Дорогие друзья, любители живописи, мы сегодня вас приветствуем в Центре Современного Искусства Ауру в Мастерской Елены и Владимира Ильичовых. На улице весна, все расцветает, цветы вот с одесских магазинов цветочных. И мы с вами продолжаем действовать по направлению просыпания природы и вообще все, что творится с человеком, когда солнце начинает на него влиять теплотой и пробуждением от спячки. Ведь зимой мы все равно действуем тихо, медленно, спокойно. На коньках упасть нельзя, отморозить ручки нельзя, щеки натирать снегом нельзя, допустим, не попить горячий чай после мороженого тоже нельзя. В общем-то, все нельзя зимой, чтобы охранить себя от непогоды. Сейчас, вот когда идешь по городу и чувствуешь деревья еще без листьев, но в них начинается уже какое-то движение соков, вы чувствуете, как корни деревьев начинают вытягивать соки из земли и тянут по своим стволам соки для того, чтобы расцвели первые листики. А внутри у людей, вы думаете по-другому? Внутри у людей то же самое все происходит, особенно, когда молодые девушки все выше и выше, юбки одевают все больше и больше, затанцовывают вокруг себя, а шеи у молодых людей крутятся во все стороны, они ищут себе подругу. В общем-то, коты, собаки, домашние животные, попугаи, все чувствуют приход весны. И мы с вами, опираясь на вот эти вот, знаете, расцветающие ситуации, мы с вами тоже договорились сделать серию работ живописных, которые бы потом обозначали штамп. Весна пришла и, как вам сказать, мы рисуем тоже более качественно, чем в зимнюю спячку. Зимняя спячка это была такая, спасались за новогодними праздниками, а на самом деле было так-то зябко и страшновато немножко. Вот. А сейчас все расправляются, так же, как эти деревья, и начинают действовать более смело, более уверенно. И к лету, вы посмотрите, что с вами будет происходить к лету. К лету вы вообще вот как дерево расцветете и будете действовать в фортиссимо, в форте. Недаром мы грибовку, первая июньская грибовка, начинается с расцветания красного мака. И все девушки, и все студенты, которые к нам приезжают, они прямо все и улыбаются, и действуют фортиссимо, и рисуют очень хорошо и правильно. Вот. Поэтому у нас грибовка в начале лета, сейчас будет грибовка в середине лета для интеллектуальных студентов, и грибовка в завершении лета, как экзаменационная чуть-чуть в сентябре будет грибовка, будет три в этот раз грибовки. А сегодня у нас маленькое черное платье. Продолжаем работать над образом Коко Шанель. И вот Габриэль была, конечно, гениальная. Она не знала, что она гениальная. Она действовала по своей жизни так, что она знала преимущества женской кожи по сравнению с черным бархатом платья. Затылок обожала. Вот она считала, что затылок женский – это одна из самых красивых частей тела женского. Вот, коленки прятала, запястье украшала браслетами. Вот, она считала, что запястья тоже очень хорошо обозначают внутреннее состояние женщины. И это же она рассказала, что мужчины приглашают женщин на свидание сначала в ресторан или в кафешку. Там, где они могут видеть, как она действует в раже, как она берет вилочку, как она отправляет в рот кусочки пирожного, как она запивает там чашечкой чая или кофе, как она действует в ситуации, возможно, немножко такой, когда чужой мужчина сидит, она надо действовать все равно из себя, изнутри. Женским иньским образом. И вот в это время мужчина ее как бы сканирует и смотрит, насколько она ему понадобится в жизни, как подруга или как супруга. Они смотрят, когда женщина ест, и как у нее на запястьях играют вот эти вот браслеты. Вот, как ее движения идут. Вот Габриэль всегда говорила, что следите за своими запястьями, следите за своими лодыжечками, да, смотрите, как вы действуете, да, в относительном пространстве, когда за вами все наблюдают. И вот, конечно, она создала безупречный женский образ, да, и сделала его символом модного дома Шанель. И до сих пор, уже Шанель нет на земле, а до сих пор вот эти ее все принципы, ну, как помогают нам, женщинам, стать не только модными, но и стильными. И вот она, конечно же, любила блистательный шик минимализма. Вот, то есть снимите, когда вы выходите из дома, снимите все, что вам кажется лишним в вашей одежде, да, и оставьте только то, что не затмит вас, вашу красоту. И вот мы сегодня используем рисунок, который сделан из натуры. Вот он, да, у нас сидящая сегодня Коко. Мы используем этот рисунок и сделаем его в черном платьице, любимом, таком, любимой одежде Коко Шанель. Она сначала думала, что черная платьица – это только поминание ее любимого мужчины, Боя, да, когда он разбился на машине. Она себе такое платье сделала, чтобы оно, как бы, обозначало ее скорбь. А потом она поняла, что в этом платье она незаметна, и она очень себя хорошо и приятно чувствует. Вот, да, самое простое маленькое черное платье. Маленькие туфельки, да, и вот нитка жемчуга. И сейчас я вам покажу, это образ Коко, который я делала в проекте Коко Рико, вот, несколько лет назад. И вот этот образ, когда она сидит, внутрь себя заглядывает, сигарета, она курила, да, сигарета в руке, возможно, где-то черная шляпка, и, возможно, где-то нитка жемчуга, за которой она тоже, как бы, спасалась, как за таким, каким-то драгоценным аксессуаром. И почему сегодня рисунок кистью? Потому что мы должны уметь действовать с любой территории Blade & Sox Art Technologies. Мы сегодня пропускаем протирание и прошкрябывание. Мы сразу на подмалевке, вот как на этой работе. Может быть, это не Коко, да, вот на этой работе. Но здесь эта техника. Делаем подмалевок, а потом сразу пишем колонковой кистью, смешивая цвета кожи и одежды с подмалевочным цветом. У нас получается очень хорошая мягкая живопись, которую вы тоже должны обладать. Вы должны уметь этой колонковой кистью так двигаться, как будто вы трогаете ее кожу, или, допустим, запястье рук, она вам позволяет трогать это. И, конечно же, цветовое наполнение немножко возьмем. Хотя эта работа будет несколько монохромна и тональна. Давайте попробуем сделать такую технику, и вы посмотрите, что она тоже имеет право быть. Продолжение следует...